Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток, уважаемые любящие чтения Слова Божия. И мы с вами продолжаем наши лекции, исследуем книгу «Исход Ветхого Завета» на интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Андрей Иванович Солодков, преподаватель Переверинской, Сретенской семинарии Российского Православного Университета. И мы с вами прочитали на прошлом занятии книгу «Пятнадцатую, исход», и читаем теперь уже далее шестнадцатую главу, «И двинулись из Елима, и прошло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возраптало все общество сынов Израиля на Моисея и Ароне в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Видим, что уже не первый раз встречались с этим, когда народ израильский был выведен из пустыни, они подходили к Черному морю, они говорили много воды. Когда пришли в пустыню Син, то там не было воды в мире, то она была горькая, они сказали, здесь нет воды, мало воды. Теперь они идут по пустыне и говорят, «Вы вывели нас для того, чтобы уморить голоду, лучше бы нам опять вернуться в Египет». То есть это искушение ропота, которое постигает человека, который оставляет этот мир страстей. Вот я знаю, например, у нас есть центр реабилитации, здесь людей, которые попали в различные секты, и когда они выходят оттуда, например, присоединяются к церкви, пройдя определенную реабилитацию, люди, которые были профессиональными экстрасенсами. Ну, вы понимаете, что такое профессиональный нацелитель, экстрасенсы, у них были хорошие доходы, а это была их основная деятельность. И вот когда они вышли, то сначала с радостью восприняли Веть Христову, с радостью ходили и на лекции, и на подготовку, а потом начинали как-то себя применять в жизни, и видели, что от другого-то ничего делать не умеют. Настолько они закоренели возле этих египетских котлов, где было много мяса, где, обманывая людей, они им приносили пропитание. И что подчас видим, что бывает такое состояние ропота. Но слава Богу, что люди как-то вразумляются, Господь подкрепляет их, дает свою силу, чтобы дальше продолжать путь движения, путь спасения в Царстве Христовом. И здесь ситуация такая же. Человек, он, в общем-то, по своей натуре остается одинаковым. Кого-то больше поборает ропот, кого-то гнев, кого-то блуд, кого-то еще какие страсти. И увидим здесь, что далее читаем 4 стих. И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». То есть мы видим, что Бог посылает и дает, в общем-то, им пропитание и пищу. И Бог ставит им такое условие, что будет ли поступать. Вот богатство. А будет ли народ теперь, когда у него все есть, поступать по-доброму? Мы увидим, что это будет не совсем так. Дело в том, что Бог повелевает здесь в 16 главе, в дальнейшем, которую вы можете прочитать по ходу и поисследовать, что Бог в дальнейшем говорит о том, чтобы они собирали только на один день, и чтобы они не собирали себе в запас. Но израильтяне так не делали. Они собирали себе не только, они не верили Богу. Бог говорил им, что буду вам давать каждый день, только в субботу не выходить и собирать. А здесь дается постановление о субботе, как о памятнике творения, чтобы дни люди помнили, что Господь является их творцом. Но тем не менее, как сказано в 20 стихе, не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра. То есть, Господь повелевал взять столько, сколько можно было съесть, и ничего не оставлять на следующий день. Но они и послушали, и оставили до утра. И как написано, «Завелись черви, и оно высмердело. Разгневался на них Моисей. И собирали его рано по утру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло». То есть, это была такая манна, прообраз, который давалось народу израильскому в пропитании, это была такая манна небесная, она была как крупица, вот как манная крупа, но на вкус была сладкая, как написано, как лепешка с медом. То есть, мы видим, что Бог готов человеку дать и пропитание, даже таким сверхъестественным образом, лишь бы его испытать. Но народ опять не слушается. Бог говорит, «Собери столько, сколько нужно». Народ всегда хочет взять больше. Это такая проявляется некая жадность человеческая. И святитель, например, Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, что они не послушали Моисея. Вот цитата. «Если же кто-то не согласен со сказанным, но из-за нехватки необходимого ворует понемногу, то пусть он хотя бы этот момент вспомнит о манне и испугается при мере наказания. Ибо то, что происходило с ней, с манной, то, что она становилась непригодной и заводились черви, происходит и сейчас с жадными людьми. Что же тогда случилось? В излишках завелись черви. Это и сейчас происходит, ибо мера пищи для всех одна и та же. Ведь мы наполняем один желудок, но у тебя, живущего в роскоши, больше испражнений. И как тогда те, кто собрали и свои жилища, свои жилища больше требований, собрали не манну, но червей и гниль? Точно так же, объедающиеся и упивающиеся в наслаждении избытки собирают большое количество не пищи, а гнили. Конец цитата. Так пишет свидетель Иоанн Златоуст по поводу жадности. В Новом Завете мы помним, как один человек собрал много излишка и говорил, радуйся, душа, пои, веселись, теперь у тебя много добра, на долгие годы хватит. Но Господь явился ему и сказал, глупый ты и безумный человек, не зная, что в этот день Господь призовет тебя, душу твою, наступит первая смерть, и когда, тогда, кому все это достанется. Современные люди в своей жадности тоже набивают карманы, эти проценты, то, что они отдают, мы увидим в Священном Писании, между прочим, есть запрет на то, чтобы давать своим братьям деньги под проценты. Жесткий запрет Божий. Нельзя давать так, чтобы брать лихву. Но люди, как всегда, как и тогда, так и сегодня, у которых много богатства, они безумствуют, набивают свои банки, а народ, в общем-то, вокруг бедствует, эти ипотеки под неимоверные проценты, что-то такое невыносимое для людей, столько много земли, и вот, например, очень часто меня приглашают на остров Сахалин для проведения там миссионерско-образовательных программ среди молодежи и общественности, и просто в рамках церковных каких-то мероприятий, то летишь вот восемь с половиной часов, восемь часов сорок минут. Поля, озера, реки, красота, особенно, когда погода такая вот ясная, столько земли, столько недр, столько всего, и как-то странно, когда слышишь о том, что вот нет жилья, и молодым людям негде жить. Как негде? У нас столько всего, столько богатства, просто даже иногда удивляешься этим жадным людям, которые подгребли под себя, в общем-то, большее достояние нашего народа. И вот здесь вот эта жадность, она тоже проявляется в этих людях, в израилетянах, они нахапали себе больше, но мы видим, во что это все превращается. Это такое предупреждение людям, которых алчность к северолюбию, она их не оставляет. Мы помним, что кто погиб от сребролюбия? Иуда. Он продал Христа за 30 серебряников. Это у него была жажда и страсть к любостяжательству, к сребролюбию. Есть и другая история. Да, хочу просто сказать, что не само богатство само по себе как бы виновата, а то, как человек им распоряжается. Здесь Господь давал им богатство и сказал, достаточно для тебя сегодня то, что вот дано. Этим пользуйся и благодари за это Бога. Мы помним, что в Священном Писании в Евангелии есть такая история, как один богатый юноша подошел ко Христу и он даже, если внимательно читают Писание, он не говорит ему Господи, а он говорит Учитель. Он к нему обращается ровить, то есть он не видит в нем Христа. Что мне делать, чтобы, говорит, наследовать Царствие Божие? Господь ему отвечает Раздай имение свое. А что ты сделал? Он говорит, я, да, он говорит сначала ему Дестисловный закон Моисея, как раз здесь в 20 главе книги Исход мы его будем исследовать. Он говорит, почитай от своей мать, да, не лжи свидетельствуй, не завидуй. Он говорит, все это исполнил от юности моей. Тогда Господь говорит, одного тебе не достает. Пойди, все излишки твои раздай и отдай бедным, оставь то, что тебе нужно, потому что он был весьма богат, как сказано. И следуй за мной. Мы помним, что этот юноша опечалился. Он не последовал за Господу. Почему? Богатство затмевало ему глаза. Он не видел во Христе, даже юнгалист Матфея говорит, он учитель его называет, он не видел в нем Господа. Если, например, кровоточивый там, если, например, сотник подходил, говорил, Господи, Господи обращался, то здесь обращение учитель. То есть, это богатство, временное наслаждение, излишек временного деньголюбия, скажем так, оно помрачало его разум. А он за этим богатством не видел Христа, а значит, терял Царство Небесное и вечную жизнь. Поэтому Господь ему говорит, иди и продай, раздай все, что у тебя лишнее, чтобы это не превратилось подобно тому, как у народа израильского, в черви, в кому-то, в такое состояние, никому не нужное и никуда не используемое. Далее мы с вами читаем, что Господь дает повеление о субботе, о том, чтобы человек отделял определенный день для поклонения Богу. Здесь сказано в 26 стихе, шесть дней собирай его, а в день седьмой суббота не будет этого в этот день. Почему в Ветхом Завете так выделялась суббота? Мы с вами как-то об этом говорили, но еще раз напомню, потому что суббота это был день, когда Господь сотворил человека. Это был памятник творения. Но уже в книге Исход, как мы с вами видели ранее, в 13 главе говорится, что Бог заповедовал соблюдать и восьмой день. То есть это было такое пророческое повеление, то есть первый день недели. Снова напомню, в книге Деяниях Апостолов сказано о первом дне недели, в 20 книге Деяниях Апостолов, 20 глава, седьмой стих, что апостолы уже после воскресения Христа собирались в первый день недели. Почему? Потому что Христос говорит, сие творю все новое. Кто во Христе, тот новое творение, прежнее прошло, теперь все новое. То есть в субботу мы почитаем, как день определенный, он в литургическом богословии определенный день, день поминаения усопших, например. А в воскресенье мы празднуем, потому что здесь была побеждена смерть. Итак, далее мы, как и читаем с вами, например, 31 стих, «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как я вот уже говорил, как кориандровое семя, белое вкусом, как лепешка с медом. И сказал Моисей, вот это повелел Господь, наполни манную гамором для хранения в роды ваши, чтобы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетского». И мы знаем, что эта манна, она содержалась в дальнейшем в Ковчеге Завета. Там будет жезл аронов, там будет горшочек с этой манной. Манна – это прообраз святой Евхаристии, святого хлеба, святой причастия. Манна – это и прообраз Слова Божия, которое, сказано, освящает человека. В церкви человеку даются все условия для спасения. Молитва, пост, таинство, изучение Слова Божия – это все условия для того, чтобы мы могли достигнуть Царства Небесного, используя и прибегая к этим условиям, оставленным Богом. Например, по поводу того, что манна – это и прообраз Евхаристии, но еще и Слово Божие, пишет Ироним Стридонский следующие слова. Цитата. «Слово Божие становится всем для каждого в соответствии с тем, как того требует мера или желание причастного, таким образом, и манна, хотя и была единой пищей, каждым ощущалась тем вкусом, с каким он желал». Итак, Он, то есть, здесь говорится о Боге, дает себя не только в качестве хлеба алчущим и жаждущим вина, но являет себя душистыми плодами тем, кто хочет услаждаться в чтении Слова Божие. И далее, 16 глава, она заканчивается такими словами, 35-36 стих, «Сыны Израиля ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую, манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской». Ну, здесь, например, тот же Амросимедиаланский видит в этом прообразе, извините, Климат Александрийский, да, видит в 16 главе 35 стихе сорокодневный пост, что они сорок дней питались только вот хлебом, и которое было на вкус похоже, как хлеб и мед. Это прообразы того, что мы помним, что в священном писании Нового Завета Иоанн Креститель, да, он, как о нем сказано, жил в пустыне, питался акридами и диким медом. Здесь можно провести тоже некую такую параллель. Ну, вот, что пишет по этому поводу Климат Александрийский. Цитата. «Давайте посмотрим, можно ли где-нибудь еще в Писании найти это таинственное упоминание сорокодневного поста. Мы читаем, что святой Моисей в пустыне в течение сорока лет кормил сынов Израиля манной небесной. Значит, это хорошее число, раз оно всегда открывает небо». Так пишет. «Я говорю, что хорошее число, которым спасается праведность Ноя, он нам упоминает о потопе, что там тоже сорок дней, и питаются сыны Израиля. Поэтому давайте и мы будем чтить это число, чтобы для нас открылись небеса, чтобы нас оросил дождь духовной благодати и восстановила манна небесных тайн. Мы, следуя примеру наших отцов, оправдываемся и питаемся почитанием сорокодневного поста, оправдываемся омовением, питаемся таинством». Конец цитата. Такая удивительная, богатая по своему содержанию высказывания климента свидетеля Александрийского. И мы помним с вами, что сорокодневный пост, который приближается, если говорить о контексте этого времени, и который есть в православной церкви, он называется постом великим. Его прообраз мы находим здесь в ветхозаветных книгах, но во всей полноте, как я всегда говорил, он отобразился на Господе Иисусе Христе и на церкви, созданной им здесь на земле. Например, мы помним, что Господь Иисус Христос, как сказано в Евангелии от Иоанна, уходил после крещения, заметьте, братья и сестры, после крещения, как сказано, духом, был возведен в пустыню и пребывал там сорок дней в посте и молитве. Мы видим, что здесь народ израильский, когда выходит в служение Египту, он тоже проходит сквозь Черное море, через потоки, через крещальные воды, и после этого ведется как бы сорокадневный пост, то, что потом отразится на Спасителе. Спаситель был искушаем там тремя искушениями, которые апостол Павел выражает так, гордость плоти, гордость очей и похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это, в общем, то, что произошло с первыми людьми. Ева увидела, что плод хорош, приятен на вкус и по гордости своей вкусила его. Здесь тоже, если мы вспомним эти три искушения, это, в общем, такая схема, по которой дьявол всегда старается уличить человека. Когда Христос находился в пустыне, то дьявол поступил к нему и сказал, если ты сын Божий, зачем тебе голодать, возьми вот эти вот камни и преврати их в хлеба и поешь. Но Христос возразил ему и сказал, не хлебом единым будет жить человек. То есть, действительно, когда есть такая русская пословица, говорят, голод не тетка. И вот некоторые люди говорят, попробуй, испытай человека голодом, посмотрим, прославит ли он Бога. Далее, другое искушение, это было искушение таким гордостью и тщеславием, когда Христос говорит, когда ему дьявол говорит, взойди на крыло Иерусалимской храма и бросься оттуда вниз и посмотрим, сказано, даже Писание приводит, цитату из, между прочим, 90-го Псалма Давида, это живые помощи. Он говорит, ты от камня не прикнешься ногой твоей. Но Господь отвергает это предложение и говорит, что Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. В Евангелии Луки и в Евангелии от Матфея разный порядок этих искушений, но тем не менее смысл один. И далее он говорит, ему вот богатство всего мира, если дам тебе, если поклоняйся, да, если поклонишься мне. И здесь он отвечает, Господу Богу твоему поклоняйся и одному служи. То есть похоть плоти, похоть о чьей-городе житейской это такая примитивная схема, которым Бог старается искушать человека. Как же человеку противостоять против этого всего? Пост и молитва. Когда у Христа спросили, как изгоняется род бесовский из жизни, из души человека, он сказал, что для этого есть два средства. Пост и молитва. Поэтому Господь здесь призывает, проводя народ израильский, через эти испытания вступить в пост и далее, после крещения, проводя через испытания, он проводит это время для того, чтобы укрепиться в Господе. Желаю и нам всем в наступление, когда приходит рождественский пост, великий пост, Петров пост, Успенский пост, укрепляться в Господе, надеяться на него, набираться мудрости, черпать из источника божественного откровения, живой воды, слова укрепления, в Священном Писании, служить Господу, верой и правдой. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,